Ну, надеюсь, что будет интересно, не хуже классической версии. Ну, на данный момент уже не так страшно, как в детстве. Только знаю, что... про злого клоуна. Ну, всяких скерри-моментов, когда они будут выпрыгивать, чтобы там бояться, и... У нас с Тивенокинкой пойдут смотреть новый. Ну, что он будет лучше, чем предыдущая экранизация. С предыдущей не так, что она, во-первых, исковеркала и переврала сюжет книги, но и была, в общем-то, не страшной. По существующим рецензиям очень хвалят. Будем надеяться, что так и есть. И они из тех, кто боится фильмов ужаса. Ну, чего, незабываемых впечатлений. Мамочки! Что там? Выключай! Не надо! Выключай! Ну, я разочарован. Почему? Ну, картинка ярче стала, да, декорации и все дела, но ожидал как-то большего. Страшных моментов не было. Та же Анабель предыдущая держала в напряжении. Всю концовку фильма здесь таких моментов не было. Я скажу, Джорджи молодец. Джорджи. Тебя тоже унесет. Тебя тоже унесет. Тебя тоже унесет! Тебя тоже унесет! Лучше, чем предыдущая часть, однако. Есть некоторые шероховатости, но в целом неплохо. Например? Например, в некоторых местах страдает мотивация героев. Кое-где, очевидно, поступили с реализмом. Но я бы поставил 8. Немножко думал, что он будет строить немножко другой концепции. Думал, что больше хоррора будет. А так он получился какой-то, не знаю, трогательный фильм про дружбу. Напоминает очень странные дела. Люди здесь гибнут или пропадают в 6 раз чаще, чем в среднем по стране. И это только взрослые. С детьми все хуже. Гораздо хуже. В 99 из 100 случаев пропавших детей находят у родителей или родных. Ну, а оставшиеся? Наверное, в частности, из-за того, что один из главных героев этого сериала играет в этом фильме. Но в целом фильме ничего, мне понравилось. На восьмерочек. Мне понравилось, что было и страшно, и в то же время весело. Потому что очкарик вообще валил. Я надеялся, но все же не ожидал, что выйдет так здорово. Уверен, моим поклонникам очень понравится этот фильм. Ну, не знаю, наверное, 9. 9 из 10 точно. Я поставлю тоже 9.